Дневной разворот Два часа мы сегодня работаем Во втором часе говорим с волонтерами Волонтеры кировские Во-первых, в преддверии профессионального праздника Кировских волонтеров наградят За борьбу с COVID-19 Пройдет форум Добрая Вятка В общем, много там событий Надвигающихся буквально в ближайшие дни Об этом после 12 часов Но сейчас мы про деньги будем говорить Про деньги и про их правильное расходование С председателем контрольно-счетной палаты Кировской области Юрием Лаптевым Добрый день Добрый день, уважаемые радиослушатели Уважаемые ведущие Мне очень приятно в очередной раз с вами встретиться И пообсуждать весьма злободневную тему Ну, во-первых, с назначением С переназначением У вас срок полномочий предыдущих Истекает, по-моему, 31 декабря И депутаты вас утвердили на новый срок Да, это так Я это воспринял с благодарностью Вообще, это оценка, наверное, работы всей контрольно-счетной палаты Потому что они основную работу делают Я, как руководитель, формирую направление, политику Задаю темп, тон И это еще свидетельство того, что То, что мы делаем, депутатами воспринимается Это им нужно Поэтому, ну что, будем работать Ну, фракция ЛДПР, насколько я помню Там допеняла вам на то, что вы не очень внимательно Относитесь к их работе И многие их законопроекты, что называется, бракуете Вы знаете, это заявление точно от лукавого Потому что, единственное, чем мы руководствуемся Проводя экспертизу внесенных законопроектов Это требованиями бюджетного законодательства И если законопроект соответствует То, конечно, какой может быть разговор О отрицательном заключении А когда на нас пытаются давить Как это пытались сделать отдельные депутаты Ну, это ни к чему не приводит А в чем заключается такое давление? Часто ли вы испытываете на себе? Ну, так сказать Я не скажу, что часто испытываю Нет, конечно Но, когда меня начинают обвинять Или нас обвинять в том, что у нас есть Какие-то личные предпочтения Или там, хуже того, политические предпочтения Ну, это совершенно несправедливо Только требования закона У нас была ситуация с фракцией КПРФ Когда они несколько раз вносили законопроект По детям войны И до того момента, пока они не привели его В соответствии с требованиями бюджетного законодательства Мы постоянно давали отрицательное заключение В итоге, когда все было сделано У нас просто повода не было, чтобы им в чем-то отказать Ну, здесь примерно такая же ситуация Юрий Николаевич, я насколько понимаю ЛДПР вам пеняло еще и на то, что вы не даете дорогу молодым Что за безобразие? Мы же сказали, да? В КСП много талантливых Вы знаете, у нас действительно очень молодой и очень способный Работоспособный коллектив Ребята работают со мной уже два созыва Почти 10 лет Основной костяк На них можно положиться Ну вот, разве плохо, когда сочетается опыт и молодая энергия? Мне кажется, это очень неплохо Это первое А второе, вы знаете, я себя престарелым никогда не ощущал Так, ну ладно, давайте мы просто уже 2020-му 2020-му и даже 2019-му, наверное, года перейдем Потому что проверки по программе комфортная городская среда Нет? Нет? Мы с нее начнем Ну вот, прежде чем подойти к этому вопросу уже конкретному Я очень коротко хочу сказать, что По итогам 20-го Сегодня, да, сегодня можно говорить Год завершается, остался месяц ровно И, конечно, можно говорить о неких результатах Нам удалось сегодня провести 16 контрольных проверок 5 сегодня в стадии завершения находятся Мы проверили почти 3 миллиарда бюджетных денег При этом установлено было финансовых нарушений на сумму 223 миллиона рублей Но сразу уточняюсь, это не деньги, которые использованы с нарушением закона Они не пропали, они не украдены Это деньги, которые сработали, но при этом было допущено нарушение финансового и бюджетного законодательства Довольно строго спрашиваем, как всегда 47 лиц привлечены к административной ответственности Три уголовных дела в стадии находится расследование И, конечно, вот эти ограничительные мероприятия Они, собственно, отразились и на нашей работе Все-таки мы больше внимания уделили в этом году анализу, аналитической деятельности Мы провели мониторинг бюджетов Мы провели мониторинг государственных программ Ведь у нас 98% сегодня бюджетных средств заведены и реализуются как раз в рамках государственных программ Центральным, конечно, делом стал мониторинг национальных проектов Ежеквартально мы анализировали риски, которые возникают в ходе использования денег Ежеквартально мы направляли наши предложения и информацию и депутатам, и правительству Была возможность органам власти своевременно реагировать на эти риски И вот вы знаете, у меня ощущение, что вот эта работа, она очень эффективная И мы ее будем продолжать И еще один момент Вот сейчас подходим к тому вопросу, который вы мне задали Мы впервые провели мониторинг устранения нарушений, которые были вскрыты предыдущей проверкой По конкретному нацпроекту называется она «Формирование комфортной городской среды» С учетом того, проводили и оценивали, как реализуется и в текущем году это мероприятие Деньги там немалые Мероприятие масштабное, оно охватывает практически все районы Тем более, что проверка, которую мы проводили предыдущую Она выявила достаточно много нарушений Много организационных нестыковок У нас, так сказать, остатки сложились в пределах 34 миллионов рублей Основные остатки были по городу, Кирову Мы тогда вынуждены были вернуть эти деньги Обратно потом их заводить в областной бюджет И что печально, мы заплатили 2,3 миллиона штрафных санкций Хотя бы эти деньги использовать Да, за то, что не выполнены были мероприятия Значит, ну причины там, так сказать Я бы в них там, собственно, и не стал углубляться Поэтому, вот с этой точки зрения Конечно, важно было оценить, как те нарушения, которые мы установили Ну вот, в этом году исправляются В основном, да, но при этом Вот посмотрите Допустим, мы Значит Ну давайте с конкретными примерами Да, мы в ходе той проверки установили, что у нас на 1,6 миллиона была произведена оплата невыполненных работ Вот наш мониторинг показал, что устраненными сегодня является нарушение на сумму 700 тысяч рублей То есть они не все устранены В ходе этого мониторинга было установлено 10 фактов непредъявления штрафных санкций по гарантийным обязательствам подрядчика Ну, наша позиция здесь однозначная Невыполнение требований КСП влечет административную ответственность И такие меры, так сказать, по итогам этого мониторинга Естественно, мы приняли То, что касается текущего года Ну, надо сказать, что Вот самое важное Значит, мы сумели в ходе мониторинга Предотвратить нецелевое использование денег по двум муниципальным образованиям Это Котельнич, это Малмыш на сумму более 2 миллионов рублей А что там за проекты, Юрий? Мы предупредили Это речь идет о ремонте дворовых территорий Мы предупредили органы власти, что если вы, так сказать, не, значит, устраните Вы нарветесь на нецелевое использование И дальше соответствующие, так сказать, меры влияния Самое важное Мы сразу начали анализировать риски с самого начала реализации проекта в этом году И эти риски, они ведь где заключаются? Они, прежде всего, по тем контрактам, которые реализуются с нарушением срока Так вот, из 160 контрактов в текущем году по этому нацпроекту 44 реализовывались с нарушением срока А запаздывали, в смысле, люди? Конечно, то есть сроки нарушались по всем этапам Сумма 75 миллионов И сегодня я могу сказать, что у нас нет уверенности, что мы в полном объеме сможем выполнить эти мероприятия в Котельниче, в Неме, в Яранске и очень печально в городе Советске, где проект реализуется второй год на сумму 56 миллионов рублей Это федеральный грант Я, насколько понимаю, уже невозможно перенести на следующий год, то есть надо все закончить Вы знаете, мы нарвемся на штрафные санкции, однозначно, поскольку мероприятие будет считаться невыполненным, а соглашение с федерацией предусматривает штрафные санкции И, наконец, деньги, которые будут не освоены, они просто будут возвращаться, мы вынуждены возвратить их в федеральный бюджет А потом надо пытаться их обратно сюда получить в область, чтобы доделать то, что не доделан Понимаете, вот здесь, почему мы, так сказать, считаем, что мониторинг, он оправдывает себя Вот всем понятно, этапность работ Начинается с ПСД, дальше конкурсные процедуры, заключение контракта, контроль исполнения, приемка работ, претензионная работа Вот эта этапность, каждый этап имеет свои риски Вот если мы разработаем некачественную ПСД, не пройдем государственную экспертизу Мы затянем заключение проведения конкурсных процедур Мы затянем заключение, то есть получается снежный ком, понимаете, который нарастает И поэтому, значит, в итоге это приводит к неэффективным расходам областного бюджета Причем соблюдать этапность у нас есть все возможности Во-первых, опыт, практика, не первый год реализуется проект Во-вторых, трехлетний бюджет, который позволяет видеть затраты на три года вперед И это та этапность, о которой говорил в своем послании губернатор Кировской области законодательному собранию Вообще, вот наши проверки в этом году, они показали, что в сфере строительства у нас накопились системные проблемы Которые как раз связаны вот с теми рисками, о которых я сегодня говорил Вот этот вот мониторинг, это будет какая-то постоянная история Или это вот некий опыт, который просто показал, как проводится потом работа над ошибками Да, это опыт, конечно, который показал, что это очень эффективно И мы уже в план следующего года заводим еще один мониторинг Еще очень важного одного проекта национального Какого? Переселения граждан из ветхого жилья А за БКД не хотите последить тоже так? Вы знаете, БКД мы проверяли год назад совместно со счетной палатой Мы еще там не можем разобраться до сих пор с устранениями нарушений, которые были вскрыты Там еще уголовное дело не завершено И вот еще одно обстоятельство в связи с этим мне хотелось бы подчеркнуть У нас большое количество нарушений все-таки в этом году вскрыто в сфере ремонта на объектах социальной сферы И вот почему это происходит, мне кажется Юрий Николаевич, опять конкретные примеры Вы говорили большое количество нарушений А нарушения в чем? То есть на начальном этапе, на этапе документации или в процессе работы? Вот я, если уж говорить о конкретных примерах Я вот как раз хотел перейти к теме ППМИ А, сейчас мы идем Но я хочу подчеркнуть, что мы увидели причину, почему это происходит У нас на местах, вы понимаете, вот люди, у нас нет специалистов-строителей Вот этими вопросами занимаются те, кто должен учить, лечить Заниматься культурно-массовой просветительской работой А они формируют ПСД, конкурсы проводят и так далее Это не совсем верно И на местах люди порой, вот эти специалисты, так сказать, они путают Капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкцию А это разные абсолютно сопровождения Это разные требования по безопасности, по контролю И это, извините, это нецелевое использование средств, которые влечет, в том числе и административку И у нас такие примеры были и по НЕМИ Когда мы вынуждены были требовать возврата денег И верхней каме при возведении объектов в социально-культурной сферы И вот сегодня проверка ППМИ показала, что, вы знаете, что у нас здесь проблема не снята Да, сейчас мы к ППМИ перейдем Я только хотела уточнить Я вас правильно понимаю, что все-таки вот эта история, о которой вы говорите Там и с кадрами, в том числе, да, с отсутствием специалистов И вообще с ошибками какими-то, да, может быть, недочетами, а может какой-то и там, ну, не знаю, корыстью, да, что называется Это больше все-таки для районов области характерно, не для Кирова Ну, я Киров не выделяю Я считаю, что это такое же муниципальное образование Единственное, что объемы здесь совершенно другие А нарушения, они носят типовой, типичный характер Ну, вот опять же, если про ПСД говорить, вот тебе, пожалуйста, кольцо, которое на Слободском На Макаре Да, на Макаре То есть там ведь тоже была проблема в документации, не удалось выполнить работу из-за того, что не предусмотрели отведение воды или что-то, я не помню Мне просто странно, как может не быть специалистов-строителей, у нас целый политех, и там отдельный факультет готовить должен специалист Дело ведь в том, что когда речь идет о строительстве, да, конечно, специалистов в этом смысле много Там специализирована организация, там другие объемы А когда речь идет о таких маленьких объемчиках, как ППМИ, проект местных инициатив Где, значит, там до миллиона рублей, там полтора миллиона рублей Ну, вы знаете, и этих проектов очень много, ведь мы выделяем там по 300, по 400 миллионов рублей ежегодно То есть, получается, эта работа просто на себя берет тот, кто может, условно говоря Кто свободен в данный момент или что? Нет, ну так тоже нельзя сказать, заказчик, а заказчиками выступает Ну, обычно это администрация мест Конечно, ну, обычно, обычно и детский садик выступает, и школа выступает, и ДК, Дом культуры выступает и так далее Тот, кто заказывает, кому дали деньги на это Вот, вот так Ну, и там уже они у себя, видимо, все-таки ищут специалистов, которые более-менее разбираются, но именно более-менее Все проводится через конкурсные процедуры Все однозначно через конкурсные процедуры Ну, мне тут просто непонятен, да, момент, потому что обычно же все равно и ПСД тоже ведь разрабатывают через конкурсные процедуры Соответственно, эти должны бы заниматься специалисты Ну, вы знаете, вот, если совсем уж углубляться в тему строительства, конечно, проблемы они не возникли ни сегодняшним днем У нас мало строительных организаций в сфере малого бизнеса, которые готовы взять на себя такие мелкие объемы Мало Ну, понятно, заинтересованности нет Мало таких организаций, просто не готовы У нас есть крупные предприятия, да, которые готовы брать большие объемы И они для этого, собственно, и существуют А вот мелкие объемы, ну, не хватает В больших ли суммах вообще по ППМИ идет речь, когда мы о нарушениях говорим? Ну, вот, вы знаете, вообще это проект особенный Десять лет ему в этом году Да, десять лет в этом году надо исходить из того, что особенность заключается там в том, что присутствуют деньги населения И причем деньги-то немалые За десять лет там у нас население внесло в этот проект пятьсот, почти пятьдесят миллионов рублей Хотя основные деньги, конечно, бюджеты Два миллиарда восемьсот за десять лет Из них порядка двух миллиардов, это все-таки областной бюджет Это принцип софинансирования Вот, ну, вот если говорить о последней проверке То, ну, я могу буквально несколько цифр в качестве иллюстрации привести Выявлено тысяча семьсот восемьдесят девять нарушений Сумма финансовых нарушений семьдесят один миллион рублей Сто сорок семь представлений внесли Шестьдесят семь должностных лиц наказан Это за год Ну, вот по итогам этой одной проверки Проверка, проверка тогда велась? С какого срока проверяли? С восемнадцатого, по-моему, да? Мы проверяли восемнадцатый, девятнадцатый год и текущий период двадцатого года Обычно так у нас это все происходит И опять же в составе нарушений Несовременное выполнение подрядчиками работ Оплата заказчикам некачественных выполненных работ Невыполненных работ При этом по отдельным муниципальным образованиям Скрыты факты, когда меры ответственности за нарушение сроков Либо не применялись, либо, значит, они смягчались Такие факты установлены в восемнадцати муниципальных образованиях Это, во-первых, снижает доходы бюджета Потому что деньги идут в бюджет Но и самое важное, это расхолаживает подрядчика Они могут, ну, понимать, что вообще все сойдет с рук Кроме того, семьдесят пять фактов Выявлено оплаты невыполненных работ Но это уже вообще никуда не годится В двадцати одном муниципальном образовании На общую сумму один миллион рублей Значит, зафиксировано нарушение С признаками ущерба местным бюджетам И по нашим требованиям Только половина этой суммы внесена Либо в виде выполненных работ Либо, так сказать, в денежном виде Внесена в бюджеты Ну, мы продолжаем эту работу И будем, собственно говоря Когда вот такие ситуации Могу привести конкретные примеры Это советский краеведческий музей Неоплаченные, невыполненные работы По ремонту крыши на 250 Это шварихинское сельское поселение В Налинском районе Где было оплачено 120 метров Там непроложенного водопровода Ну и так далее А как это происходит? А причина-то, да, в чем? Когда-нибудь Вы знаете Вот однозначно Тут какой-то сговор до этого присутствует Или это тоже какая-то халатность Недосмотр Однозначно Сроки поджимают Надо делать хоть как-то и делают Однозначно Я бы не стал, так сказать Делать выводы Почему? Потому что ситуации бывают разные Иногда, так сказать Подрядчик клянется и божится Что он все сделает А надо закрывать бюджетный год Оплачивает в надежде Что все будет сделано А это все будет сделано Растягивается, так сказать, на годы Вот и попадает В таких случаях немного Но они есть То есть Вот так примерно выглядит вся эта история Я правильно понимаю, что здесь Ну, там Об умысле каком-то, да Или корысти говорить Ну, чаще всего не приходится Но когда какое-то умысел или корысти Я так понимаю Это перерастает уже в уголовные дела Да, и у нас такое уголовное дело Сегодня находится по одному из муниципальных образований Я не буду называть Потому что, так сказать Я не хочу пока преждевременно там говорить, что люди в этом виноваты Материалы переданы были в прокуратуру по одному из муниципальных образований Речь как раз шла об умысле Которую мы почувствовали при оплате вот невыполненных работ И формирование там начальной максимальной цены Но это единичный случай Все-таки чаще Чаще, да Чаще-то почему это происходит? Чаще Кроки подводят Чаще вот так происходит Потому что подрядчик некачественные работы делает Возвращается к этому снова Несостоятельный подрядчик оказывается Там по каким-то причинам затягивается, так сказать, там Исполнение там работы и так далее То есть многие вещи упираются в подрядчика И тогда муниципалитет идет на некий компромисс С законом Что сделать, мне кажется, весьма опасно Что с итогами этой проверки по ППМИ? То есть сейчас вот вы всю эту информацию Ну понятно, там, да, она будет озвучена и озвучена уже По каждому нарушению, конечно, идет реагирование КСП Реагирование 147 представлений Это фактически по каждому объекту у нас внесено представление По каждому Значит, мы контролируем полноту их устранения Соответствует отчеты с мест нам на этот счет поступают Должностные лица наказаны Мы предложили и Министерству социального развития Которое ведет этот проект Тоже внести определенные коррективы Значит, в свою работу Ну, информируют, что выводы сделаны Будем надеяться, ППМИ мы не оставим без внимания Это хороший, бюджетоемкий проект Социально важный Будем смотреть Я предлагаю, если у нас есть возможность Мы просто чуть-чуть пораньше уйдем на рекламу Чтобы уже с ППМИ закончить А после перерыва начнем новую тему Председатель контрольно-счетной палаты Кировской области Юрий Лаптев в нашей студии Говорим об итоге работы ведомства за этот год О планах на 2021 год У нас еще по закупкам, насколько я помню Да, вот мы начинали уже говорить Давайте вернемся к этой истории Вы работали, вы сказали уже Да, в основном с материалами, что называется То есть аналитическая была больше работа Да, и сегодня мы обобщаем, так сказать, итоги наших проверок И будем готовить аналитическую записку по закупкам Я скажу так, что тема закупок Она сегодня очень актуальна И она контролируется всеми И ключевой роль, конечно, играет прокуратура Которая следит за соблюдением закона Но в ходе своих проверок Мы сталкиваемся постоянно с нарушениями законодательства о закупках И у нас получается в итоге Что каждое третье нарушение Вот совершается в сфере закупок Оно в итоге влечет, как говорится Приводит либо к неэффективным расходам Либо к финансовым нарушениям Ну вот, например, ППМИ Значит, показалось, что вообще Вот нарушения в сфере закупок Ну, имели массовый характер 735 нарушений Которые были установлены В 40 муниципальных образованиях Ни одно должностное лицо уже пострадало Так как нарушения влекут административную ответственность Мы уже понимаем, что наибольшие коррупционные риски Связанные, как говорится, с умыслом Они формируются на этапе формирования начальной максимальной цены Мы постоянно по всем фактам информируем прокуратуру В этом году 35 материалов было направлено По всем этим фактам в органы прокуратуры Конечно, порядка стало больше Конечно Но ситуация меняется не так быстро, как хотелось бы И, конечно, большое количество нарушений у нас совершается в муниципальных образованиях Это объяснимо Потому что здесь сосредоточено почти треть областного бюджета В виде трансфертов, дотаций, субсидий, субвенций Но и, собственно, контролировать эти деньги не так сложно Потому что и дотации, и субсидии сегодня сопровождаются подписанием соглашений В которых муниципалитеты берут на себя определенные обязательства Содержат контрольные какие-то показатели Каждый год мы для того, чтобы тема была в поле зрения Берем на себя проверку трех муниципальных образований Вот в этом году мы посмотрели Малмыш Причем за два года Они получили 700 миллионов рублей с областного бюджета Проверили мы 25% выделенных средств 6 миллионов установлено финансовых нарушений Унинский район за это же время 410 миллионов Ну, примерно 20% нарушений уже на 10 миллионов В Яцко-Полянский район, там сумма 367 миллионов Нарушений на 19 миллионов Слушайте, ну вот в общей массе, если от суммы считать В процентах вроде кажется не такая большая сумма с нарушениями-то, да? Если там из 300 с лишним миллионов нарушений на 19 Ну, насколько серьезны эти нарушения? Или просто тут вопрос в системе В том, что нарушения есть, а их быть не должно Вы правы Видите, мы когда анализируем общую массу того, что получаем Получается, что основное количество связано как раз с ведением бухгалтерского учета С бухгалтерской отчетностью Что приводит к искажениям А это нарушения, которые бюджетным законодательством очень строго должны пресекаться И самое важное, конечно, это свидетельство о том, что у нас на местах все-таки остается Низкой финансо-бюджетного дисциплина И надо сказать, что вот эти нарушения Юрий Николаевич, дисциплина или грамотность? Может быть, вот там, может, знаний не хватает каких-то людям? Абсолютно верно И дисциплина, и профессиональная грамотность С этим тоже приходится сталкиваться И я уже об этом говорил, когда путают текущий капитальный ремонт, там, реконструкцию Очень много нарушений допускается градостроительного законодательства Оно ведь огромное Там специалисту-то бывает, трудно разобраться Но они влекут за собой неэффективные расходы Ну вот взять, к примеру, УНИ Значит, провели капитальный ремонт Значит, подменили там понятие капитальный ремонт, реконструкции Без проектной документации вообще И, соответственно, соответствующего, так сказать, строительного контроля Еще один пример можно привести, так сказать, по ремонту ДК в Порезе И селе Канахинцы, того же УНИНского района Где примерно такая же история произошла Заказчиками выступали сельская администрация Понимаете? Вот уровень профессиональной подготовки, конечно, остается низким Поэтому вот мы стараемся вообще, так сказать, итоги проверок муниципальных образований Обобщать и отсылать на места И делаем это каждый год Но при всем этом, ну, к сожалению, могу констатировать, что ситуация, честно говоря, не очень меняется Да, и нарушения, они просто тиражируются И нам уже понятно, какие это нарушения Это закупки, это градостроительное законодательство Это бухгалтерский учет, отчетность и так далее Поэтому наше предложение сводится к тому, что нам надо Больше учить, больше обмениваться опытом Значит, методически сопровождать какие-то большие объемы денег, которые направляются И особенно это касается национального проекта И мне кажется, вот эти предложения, они очень хорошо улягутся в новую модель Взаимодействия с муниципальными образованиями, о которой говорил в своем послании губернатор Кировской области Вы смотрите, да, по поводу завышенных цен обмолвились Насколько вообще часто встречаются такие, когда выставляют Когда суммы контрактов завышены, на ваш взгляд Из последних историй сейчас вопросы у депутатов вызывают, например, последний аукцион по новогоднему оформлению Вообще, вы знаете, так сказать, на глазок здесь ничего нельзя делать Вот не понравилась сумма 25 миллионов, вот говорим, завышена Ну, надо ведь смотреть, что там, что там Можно ведь эту сумму разбить на несколько контрактов И до стоимости от районной площади будет ничтожная Ну, я условно говорю Поэтому, так сказать, завышенно, незавышенно Надо делать экспертную оценку Надо сравнивать цены, которые сформировались по этому виду там услуг, товаров Причем не только в Кировской области Не только по одной какой-то, двум-трем фирмам И тогда, конечно, можно говорить о завышении цен Но а дальше-то что? А дальше надо это все доказать и предъявить обвинение Доказать умысел, что мы, например, как контрольная счетная палата не можем сделать Это не входит в наши полномочия Мы о своих подозрениях должны информировать правоохранительный орган Что мы, собственно, и делаем И поэтому, когда говорят, что если там уголовные дела не возбуждаются, значит контрольная счетная палата плохо работает Да неправильно это Наша задача предупредить Наша задача, так сказать, подсказать Наша задача помочь Вот это я ставлю на первое место органам власти Юрий Николаевич, а вот вы говорите Возвращаясь к предыдущему нашему разговору По поводу того, чего не хватает Компетенции, знаний и прочего То есть вы об этом сообщаете А подвижки-то есть какие-то? То есть есть, не знаю, там желание какое-то Вот там, в соседнем с нами здании Сделать курсы какие-то для людей По каждому проекту, я не знаю Какие-то примеры конкретные Особенно если нарушения носят системный какой-то характер Чтобы была возможность смотреть и учиться Вот сразу конкретный вопрос Конкретный ответ В этом году в бюджете заложены деньги На все эти мероприятия Вот вам и реакция В 20-м году? Конечно В 21-м На 21-м год Совершенно конкретная реакция Теоретически мы можем ожидать, что Конечно Грамотность вырастет Нарушений станет меньше Нарушений станет меньше Вы знаете, я человек системный Я считаю, что здесь должна быть выработана Система взаимодействия Вот то, как раз о чем говорил губернатор Он говорил о новых подходах Во взаимодействии Значит, правительства и муниципальных образований Система должна быть выстроена К сожалению, пока сложно говорить о том, что она есть До конца года какие проверки еще Будут ли? Значит, мы сейчас завершаем проверку использования средств, выделенных на госпрограмму поддержки занятости населения В рамках этого мероприятия мы оценим национальный проект «Демография» Мы смотрим сельские дороги, мы завершаем сельские дороги Восемь муниципальных образований участвуют в этом Здесь тоже есть, так сказать, повод поразмыслить И не случайно эта проверка попала Потому что два года подряд Значит, деньги, выделенные на сельские дороги, остаются неосвоенными Мы попробуем разобраться в причинах А какие объемы большие остаются неосвоенными? Ну, в прошлом году, например, осталось более 200 миллионов рублей Значит, государственная программа и национальный проект поддержки предпринимательства Теньги немалые, вопросов много Надо посмотреть их эффективность Я думаю, мы это сделаем Конкретные проверки Савальского техникума Эта проверка была внесена, так сказать, по предложению губернатора Ну и эффективность денег, которые вложены в промпарки Есть поручение президента страны проверить эту тему Поэтому мы эту проверку тоже будем завершать Промпарки еще что-то вкладывают Неужели они еще живые? Ну, посмотрим Мы просто буквально на днях тут разговаривали про эти промпарки Я рассказывала друзьям вообще об их существовании Они были так удивлены, такие, какие промпарки? Я говорю, ну как? Да, я начала искать, говорю, вот промпарк, вот промпарк И поняла, что я не представляю, в какой стадии там сейчас все это находится И вот Юрию Николаевичу говорите, что там еще что-то шевелится Что-то проверять еще нужно Можно Еще фонд капремонта, по-моему, у вас до конца года Или я ошибаюсь? Нет, фонд капремонта нами был проверен в начале этого года Вообще у нас была проверена, так сказать, целая сеть подведомственных учреждений Фонд капремонта, это подведомственные учреждения Министерства жилищного и коммунального хозяйства Ну, здесь что? Мы проверяли деньги, которые выделены на их содержание И претензия основная заключалась в том, что руководители начисляли себе незаконную премию И таких начислений произведено было на полтора миллиона рублей Ну, нарушение устранено, скорректирована нормативная правовая база Я хочу честно и откровенно сказать, что министерство в правительстве реагирует всегда адекватно Часто ли вообще происходят такие вот ситуации с начислениями премии? Потому что от органов достаточно часто приходят пресс-релизы, когда кто-то там что-то себе начислил Это тоже какой-то, как правило, злой умысел? Или это просто распределяют оставшиеся бюджетные деньги, которые тоже в конце года нужно срочно раскидать Как, по-моему, в ДК «Космос» какая-то ситуация Вы знаете, часто или не часто, тоже вот как-то вот так вот сложно объективно оценить Но, по крайней мере, те проверки, которые мы проводим, они нас постоянно выносят на эту тематику То есть некоторая системность есть? Есть, конечно И вот Центр профессиональной подготовки проверяли на 4 миллиона с нарушениями сделано Примерно такие же нарушения были установлены в городском центре занятости Но мне важно другое, что все это исправляется и что принимаются меры, которые позволят не допускать это в будущем Вот что принципиально важно Мы способствуем принятию таких мер Так давайте о будущем у нас 2 минуты остается до конца эфира На следующий год планы какие, да Хорошо, на 2021 год мы завершаем планирование Проект нашего плана мы будем обсуждать с губернатором в ближайший четверг Значит, основной посыл, который закладывается в план Это повысить эффективность использования бюджетных денег в условиях их дефицита То, о чем говорил, опять же, губернатор в своем послании В центре внимания национальные проекты, мониторинг, как я уже говорил В том числе конкретный проект, связанный с переселением граждан Из ветхого жилья Мы предполагаем по-новому оценивать итоги Рассматривать их на расширенных заседаниях коллегий Я думаю, эффект тоже будет Мы проведем мониторинг бюджета Бюджет непростой Первое чтение его прошло Мы видим, что у нас есть риски Не достижения показателей по собственным доходам Мы это отметили в своем заключении Мы видим о том, что у нас подрастет чуть-чуть государственный долг И важно, чтобы он не превысил установленные пределы Мы видим, что по некоторым расходным обязательствам У нас не обеспечено финансирование Программа газификации Строительство ДК, других объектов Не знаю, что ПСД там разработано В общем, мы видим то, что у нас по содержанию бюджетников могут быть проблемы То есть, у нас работы выше, как говорится, крыши И поэтому мониторинг бюджета будет одним из важнейших мероприятий Что касается основных проверок Вообще, план мы формируем на основе предложений губернатора, ЗАГС Собрания Счетной палаты России, прокуратуры и контрольно-счетных комиссий на местах Конкретные проверки будут касаться города Кирова, МФЦ, национальный проект «Спорт. Норма жизни» Ну и ремонт и оснащение средних специальных учебных заведений Спасибо большое, больше не успеваем Юрий Лаптев, председатель контрольной счетной палаты Кировской области в нашей студии Первый час разворот на этом завершается Гостю, до свидания Спасибо, до свидания